Как же власти собираются национализировать Банк Рикономии, не потратив при этом Нилея? А ведь именно так они и рассчитывают, если верить словам лидера демократов Мариана Лупу. Мы решили спросить экспертов, что они думают о планах правящей коалиции. Бесплатно нет такой легальной процедуры, как говорил Мариан Ильич. Бесплатно это означает экспорпиация по-большевистски. С другой стороны, есть процедура выкупа остальной доли. Хотя в данном случае мне не совсем понятно, что можно выкупать, когда фактически надо выкупать долги. С Виктором Чубану согласен и бывший министр финансов Вячеслав Негруца. Национализация долгов, по его мнению, это что-то новое. И налогоплательщикам потом придется много платить. В своем блоге Негруцы приводят три пути национализации. Первый. Государство отбирает частную собственность и ничего не платит. В этом случае никто не ищет правды, потому что правосудия нет. Второй путь. Государство вежливо просит собственников уступить акции. Те, в свою очередь, делают это с радостью, чтобы избавиться от долгов. И третий способ. Государство выкупает чужие акции, то есть отдает деньги налогоплательщиков, чтобы купить дыру. Во всех случаях, согласно Негруце, государство, а точнее налогоплательщик, проигрывает. Бывший глава Минфина уверен, что решение о национализации исключительно политическое и не имеет ничего общего с экономикой и финансами. По мнению другого экс-чиновника, бывшего депутата Вячеслава Иоаннице, сейчас главное вернуть украденные деньги, пока они не превратились в государственный долг. Семь месяцев он управляется государством. Вы понятия имеете, как он управляется? Вы знаете, что они сделали за эти семь месяцев? Я не знаю. Вы знаете, сколько денег было возвращено обратно? Я не знаю. Подозреваю, что ни один лей. Как управляется? Вот это есть вопросы. А национализация? Это сотый вопрос. Мы к нему должны подойти, дай бог, через два-три года. Пока есть два главных задачи. Возвращать деньги обратно домой, посадить виноватых, а потом думать, что делать с банком. Вот. И ни в каком другом порядке. Вот это правильный порядок вещей. Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шилар считает, что термин национализация здесь вообще неуместен. Банк и так управляется государством, который и так несет за него ответственность. Ответственность и есть самое важное в данной ситуации, по мнению Шиларь. Самое главное здесь не разбрасываться словами. Вот когда просто слова звучат из уст государственных чиновников очень высокого или самого высокого ранга, это опасно. Надо думать, считать, предлагать варианты и обсуждать их. В том числе и в парламенте, в том числе и на экономическом совете, в том числе, может быть, и на круглых столах с гражданским обществом. Но все-таки многие эксперты надеются, что решение о национализации банка для экономии не окончательно, и что его в скором времени пересмотрят. Пересмотрят.